Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают всякое бывает, друзья. Фу. Какие-то граффити. Ладно, окей. Но, судя по всему, вот сюда нужно двигаться. Да, это может проходили, это мне не страшно вообще ни разу, подумаешь. Видишь, только лякапельница поехала. Боже мой. И не такое бывало, и не такое видали мы. Наверное. Но звуки, конечно, жутко ватые. Жутковатые звуки. Фу. Ладно, хорошо. Креслокаталка. Покатай меня креслокаталка. Так, а здесь у нас что-то подсвечивается. Давайте поглядим. Короче, мы нашли опять эту зеленую палочку. Дурацкую. Ну ладно, окей, допустим. Блин, чертовы лабиринты. Сколько дверей? Так, давайте попробуем вернуться. Давайте еще одну зеленую палочку, если там она имеется. А нет, собственно, тут только одна была. Ладно, черт с ним. Тогда зажжем, наверное, еще одну, пожалуй. Че нам их экономить-то правильно? И поехали дальше. Не знаю, может быть, сюда сходить стоит или прямо. Пойдем налево, ладно, хорошо. Так, здесь у нас ничего вроде как нету. А значит, двигаемся дальше. Очередной шкафчик подсвеченный. Ну, любезно, разработчиками. И мы нашли очередной флеер. То есть вот эта вот красная такая штука, светящаяся. Хорошо. Так, в темноту или на свет? В темноту или на свет? На свет. По-моему, выбор очевиден. Ну че-то как-то... Я знаю, там кто-то есть. Выходи! Кто б ты ни был. Подлый трус. Да, никого, по-моему. Меня, блин, голос Сары больше пугает. Чем все происходящее пока что в этой серии. Вот, видимо, спальные места. Ну че, пойдем заценим, наверное, спальные места. Да уж. Ну, вроде пока все. Тьфу-тьфу-тьфу. Нормально. Особо даже и не страшно. Подумаешь, кто-то кровать раскидал. Тут нам не пройти, короче, по ходу, пьесы. То есть, конечно, поглядим еще вот тут вот. Может быть, как-то можно обойти все-таки. Я бы спокойно, на самом деле, прошел, но... Сара у нас девушка крупкая, поэтому пройти не может. Ну ладно, не может так... Не может, черт с ней так. Что это такое? Какой-то рубильник не работает явно. А значит, он нам ни к чему. Как же много здесь чертовых дверей. Это какой-то долбанный лабиринт прямо. Я не знаю. Так. Спокойно. О! Первая записка в этой серии. Дата 13 августа 24 года. Пациент 60Е. В общем-то, персонал слышал, короче, крики, доносящиеся из комнаты пациента 60Е. Он проснулся весь в крови, я так понимаю, да? Blood all over. И, типа, начал что-то там slashing herself. Саму себя, короче, начал что-то с собой делать. А! Порезал скальпелем сам себя. Нифига себе. Вот оно как. Начал резать себя скальпелем. Типа, непонятно, откуда он его взял, видимо. Так. И, короче, было очень много крови. Прям вообще deep. Короче, тонул прям в крови своей, собственно. Жестко. Так, мы попытались что-то там сделать с ним. В общем-то, походу, бес. Короче, он, наверное, я так понимаю, умер. Скажем так. Умер. Я знаю, ты там. Я знаю, ты там. Твою мать. Как же жутко-то, а? До чертиков прямо. Жутко прямо-таки до чертиков. А главное, собственно, особо не понятно, что делать дальше. Такое ощущение, что я здесь уже был. Давайте-ка флайер зажжем нафиг. Ну да. Покричи тут мне еще. Ой, блин. Как же мне все это не нравится, друзья. Так, ладно. Давайте стараться искать выход. Вот там мы еще не были. А значит, что туда и пойдем. Ну да, какой-то проход есть явно. Ох, блин, здесь темного-то, конечно, вообще... Даже очень. Я бы сказал. Вот и все, собственно. Вот и весь. Я знаю, тут кто-то есть. Выходи. Фух. Я тоже это знаю. Что кто-то здесь явно есть. Красивые лучики. Вообще, графончик, конечно, вытаскивает. Ничего не скажешь. Unreal Engine 4. Все дела. Зачет. Так. А, мы нашли, короче, опять эти палочки. Зеленые. Наши любимые. Ну что же, хорошо. Какая-то замечательная картинка. А что у нас здесь? Какой-то журнальчик. Ладненько. Тут еще записочка у нас имеется. Очередная. 2 из 4 записки. Надо снова записки, получается, искать. Так. Жора. Я что-то, короче, слышал, что что-то происходит внизу, в бойлерной комнате. Так. I keep hearing moving. Короче, что-то там происходит. Бла-бла-бла. И, типа, похоже, дело это не крысы. Похоже, дело что-то больше. Я, типа, понятия не имею, что это. Надо, короче, сходить, типа, и проверить. Адам. Ну что ж, Адам, ты, пожалуй, иди в бойлерную. А я вот что-то не хочу. Не горю желанием. О! Опять ты тут катаешься. Так. Ну понятно. Очередная комната с печатью. Так. Можно как-то записку там эту взять, нет? Ну давай же ты, черт. Не всем удобно. На джойстике, конечно, такие штуки делать. Билли. I saw someone down. А, короче, я слышал, кто-то, типа, спустился, видимо, в бойлерную комнату сегодня ночью. Ублюдки сделали нервный прыжок какой-то, типа, out of my skin. Выпугнули из моей кожи. Как понять-то интересно. Так. Готла-да-да-да-да-та-та-но, buddy, Adam, shoulder, be down better. Так. А фиг вы знаете. Короче, в общем, сболенные вообще какие-то, друзья, тут нелады в этом, в этой психбольнице. Ну, хотя, в принципе, есть, по-моему, не только сболенные нелады, тут что-то как-то вообще нечисто. Насерные. О боже, пожалуйста, о боже, ой, твою мать! Так, слышишь, а ты боишься палочки зеленые? А, сволочь, боишься Ох, блин А я боюсь тебя И звуков нехороших И смартфон у меня глючит О, боже, помоги мне Я знаю, тут кто-то есть Дари ступик, родная Твою мать Твою мать Какого чёрта? Ой, жесть Ай, жесть Пошла к чёрту, открой двери, открой двери Уху Твою же дивизию Вот это был трешак Так трешак, а? О, это было реально жутко Твою мать, кровать? Фу, блин Боже мой Боже мой На что я подписался на себя Ещё и глубокой ночью В глубокой темноте В наушниках Да ну его нахер Ладно, спокойно, Валдай А кто-то там есть, нет? Друзья Говорит наша барышня Ребятки, выходи Хотя лучше бы, на самом деле, вы не выходили Ну вас нафиг так Посвященный ящик Флеер нашли Здорово Осталось, собственно, найти выход отсюда Комнату С печатью мы уже увидели Твою же дивизию Так, вот тут же мы тоже уже были Твою мать, она сзади меня Она за мной Она преследует меня Эта гадина Летающая Чтоб тебе пусто было Сволочь Так, бежим, 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 бежим И ничего не страшно нам Кроме тупиков Ла-ла-ла-ла-ла-ла А что у нас? Вот тут А черт его знает Нафиг Так, тут мы еще не были Судя по тому, что Эти двери Кто-то там есть, нет? Да, Сара, мы же знаем с тобой, что Конечно же есть Там Чертова Короче, кто-то там Типа что-то там Он сказал только что Нам по разу И я не понял, что История нового Киплинга Короче Что-то там Угу Угу Фух Надо дыхание перевести немножко Эти записки насами помогают В таком случае Ладно, в общем Ничего я не понял История нового Киплинга Да и плевать я хотел Блин Как же мне тут не нравится, а? Черт возьми И зеленые палочки Какого, говорит Поиск того слова Хера Тут произошло Спрашивает наша героиня Ну, собственно Это нам и предстоит узнать Я знаю Ты там Ох, блин Фух Жутко Жутко-жутко До чертиков Так Но, по крайней мере, записки-то мы все нашли. Там пусто, кстати, было в том ящике, но написалось. А выход пока нет. И как нам быть? И палочки зеленые кончаются. Блин, сколько здесь комнат? Сколько же здесь чертовых комнат? Опять история нового Кипненга. Ой, черт побери. Я реально уже кругами начинаю ходить, по-моему. Ожидаемо. Просто ожидаемо было, что эта фигня упадет. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется интересного. Какая же музыка зловещая-то в этой игре, а? Я еще забыл снова. Наушники убавить. Громкость. По ушам так долбит еще. Кто-то тут есть? Слушайте, мы, по-моему, в самое начало вообще вернулись, мне так кажется. Да, твою же дивизию. Мы вообще в самом-самом начале. Так, как вообще определить... Вот наша героиня, то есть понятно все. Давайте пробуем дойти. Вот видите, там какой-то символ есть на радаре. Может быть, это и имеется в виду ключ? Черт его знает. Хотя нам с обратно, скорее всего, не пустят уже, я так полагаю. В общем-то да, мы бегали-бегали. И да, бегали, что вернулись в самое начало серии. Да, тогда нам не пройти уже. Ладно. К черту. Так, ну хорошо. По крайней мере, двери мы видели, что есть некоторые закрытые еще. То есть мы там, с этими дверьми, не были с вами. Давайте постараться все-таки ориентироваться по карте как-то стараться. Немного хотя бы. Нельзя же все-таки у нас карта всеми перед глазами маячит на нашем мобильнике. Иногда, правда, она подглющила чуть-чуть, как видите. Но это бывает. Это подумаешь, ничего страшного. Так, 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 так. Главное, что призрака пока больше не видать. И это, несомненно, радует, конечно. Фух, ладно, записки мы нашли. Осталось найти чертов выход. Так, не вижу треугольничек, куда показывать. Ну, давайте попробуем исходить в это крыло. Что это такое? Что за мать твою? Так, ну, видимо, настало время использовать зеленую палочку, друзья. Пробуем прибежаться в это крыло, допустим. Хотя, нет, фигня это все. Там же мы уже, по-моему, были, да? А, тут тупик. А, боже мой. Тут только один путь получается. Вот сюда. Так, а теперь давайте думать. Быть может сюда имеет смысл сходить? Нехорошие крыльяки. Ох, нехорошие. Тупики опять. Черт, черт, черт. Где же выход-то из этого дерьма? Я знаю, ты там. Ну, еще-то кажется, что мне нужен пра пройти в ту сторону. А как-то пройтись, ты там кроватями заставлены, и наша героиня не может пра ходить. Я пока не понимаю. Давайте пробуем туда бояться все-таки. Может быть, что-то мы тут упустили. Вполне вероятно. Эй! Алло! Говорит она. Адам, я думаю, что что-то там... Талкинг обаут... Персон... Бла-бла-бла, 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 Жора. В общем, Жора с Адамом ведут активную переписку в стенах этой больницы. Но мне эта переписка пока не очень помогает узнать выход. Просто чертов лабиринт, и все. С подсвеченными ящиками. Очередная история не у Киплинга. Ой, хорошо. Да, в общем-то, куча записок. Просто куча. И больше ничего. Туда заходить даже не хочу, в такие комнаты. Но его к лешему. А может, конечно, зря. Может быть, именно в этих комнатах где-то что-то и было. Но мы же помним, друзья, что в первой серии мы нашли Мишку в такой тоже подсвеченной некой комнате интересной. И возможно, что нам нужно найти еще одну такую подсвеченную комнату. Потому что очередную такую дверь мы с вами уже нашли. Только вот где она была, я... Черт его знает. Посмотрим, что у нас тут имеется. Я окончательно заблудился. Уже совершенно не понимаю, где я был и где не был. Алло. Алло. Там тупик. А там впереди, смотрите, какой-то дымок. Что это? Что это такое? А, ну это вот, собственно, это наша дверь как раз. Которая нам и нужна. Мужчина, в смысле, довернулись. Я знаю, что там есть кто-то здесь. Но она постоянно повторяет на меня тоже. Я уже устала певодить. И я чувствую, что кто-то здесь есть помимо меня. Еще бы ты не чувствовал. Такие крики дикие. Боже, где же ключ? Боже, где же... Долбанный, мать его, ключ? О, Господи. Причем, придется каждую комнату обшаривать. Так, давайте не будем бегать. Будем ходить, думать внимательно. Ну, только по таким местам, где нет дорогих проходов. Будем бежать. И когда слышим такие крики страшные. Так. Можем пойти туда. Оттуда мы пришли. Там мы тоже только что были. И вроде как... Ну, пошли, ладно. Хорошо. Черт с вами. Ладно. Хотите такого, разработчики? Окей, я буду смотреть в каждой долбанной комнате. Кто-нибудь здесь? Или там? Да нет, вроде Сара. Пока никого. Пока у Киевшки все. Ой, блин. А я устал. Надо поспать лишь просто-напросто, наверное. Топот, топот, топот. Ног. Где-то сверху над нами. Ну, в этих комнатах нифига нету. Может, здесь что-нибудь интересное будет? Да нет, не похоже на это. Нет, друзья. Видимо, нам нужно реально найти подсвеченную комнату все-таки. А как ее тут найти? Черт его знает. Видите, тут просто нифига. Они шепчут мне присесть на этот стул, но я не хочу. Я не буду этого делать. Да нет, я сам мне, конечно, шучу. Не знаю, что они мне шепчут. Что-то я неразборчиваю. Видимо, там, возьми скальпель и зарежь себя. Вот они в своей крови, как это сделал пациент номер какой-то. 60 или что-то около того. Ну, в общем, фигня. Возвращаемся тогда и, получается, идем направо. Так вроде получается у нас. Такой маршрут. То есть отсюда мы выходим и направо. Черт вы крики. Давайте поглядим еще раз, где кроватки у нас. Что-то здесь, может быть, у нас все-таки имелось. Какой-то путь, быть может, все-таки был. Который мы упустили. Что ж, больно манит-то дверь. Уж больно хочется утра попасть. Ну, нет, друзья. Видите, это же непродолимое препятствие для нашей героини. Просто непродолимое. Куча долбанных кроватей. Я знаю, что есть кто-то здесь. Да-да-да, я тоже это знаю. Так, окей, а что у нас вытащили? А, тут тупик, по-моему, да? Да, тут тупик. Я уже все выучил эту локацию, блин, черт его. Но ключа так и не нашел. Так, хорошо. Что-то было сказано про неприятности, по-моему. Трабл. Тут мы тоже были, помните, друзья? Мы сюда ходили уже. Алло! Здесь у нас все в тупик. Хорошо. Сходим сюда, попробуем эту сторону. Кресли каталки. Так. Фу, блин. Жутковато, жутковато. Может быть сюда пойти? Подожди-ка, надо смотреть по карте. Так, что у нас такое здесь? Смотри, по карте тупик, да, так оно и есть. Ай, не кричи! Ну-ка, вот там что светится. Смотри-ка ты. Впереди. Вы тоже это видите, да? Не так ли? Какого? Да ладно, мы такого же проходили. А вот и ключ. Фу. О, хорошо как, а? В общем, короче, продолжай двигаться, главное, не останавливайся. Продолжай эту чертову безумную игру. Это от нас требует человек по связи, по рации, или как это назвать, смартфону. Так, а я уже, честно говоря, начинаю путаться, где у нас... Где же у нас... А, собственно... О, боже мой, что за звук? Так, мы снова к началу пришли. Так, хорошо, значит, тогда мы идем прямо, получается. Нет, нифига, мы прямо не идем. Блин, где выход-то отсюда? Как надо перевернуться? Наверное, сюда все-таки, получается. Так, дальше смотрим по карте. Или нет, там мы нашли только что ключ, да? В том месте. Да, здесь мы нашли ключ. Твою дивизию. Так, она нужна... Получается, сюда бежать и... Да, наверное, так. Так, спокойно. Смартфон только не сейчас, пожалуйста. Только не глющ сейчас, смартфон. Я тебя очень прошу. Так, 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 так. Дальше, сюда, наверное. Кажись, сюда, а потом направо. Надеюсь, что да. Уже не помню, уже все забыли. Так, да, это мы проходили это место. Давайте сожжем последнюю. Что-то не хочет нам последнюю зажигать. Что-то написал, Кэн Свич. А, у меня, видимо, ключ, потому что в реке. Поэтому, типа, она говорит, что здесь нахер, я не буду зажигать. Сейчас. Я не могу одновременно удержать рукой и ключик, и не ключик. Ладно, я уже нашел, собственно, выход из этого долбанного места, поэтому давайте, наконец, отсюда убежим. Так, ну, ножнички, выращайте меня. Ох, Сара, рука твоя, конечно, это что-то с чем-то просто-напросто. Ладно. Да, это мы помним. Дверь закрыта. Шепоточек. И сохранение. Заодно сохранение мы еще какой-то приз дали. Фу. Ну ладно, друзья, давайте-то тут, собственно, на этом месте и завершим. Сегодняшнюю серию. Пусть она будет 25-минутная, пусть будет немножко покороче, но надо реально привести дыхание после таких ужасов, которые мы только что там и терпелись. Блин, реально страшно. А старайтесь в свои комментарии, что вы думаете по поводу этой приветственного, Сара. Я тебя видеть, говорит. Ну, не могут это тебе взаимности, честно говоря. Загрузка, видите, как лагает во время загрузки, лоудинг. То есть так эта игра работает идеально, а то во время загрузки ведет себя, конечно, не очень. Давайте пока тогда почитаем, собственно, что нам пишут. Вот и записки постараемся перевести. Пациент 9F сгорел, обгорел, начали пациенту своего тела. Его кожа, типа, короче, обуглилась, видимо. Так. Он какие-то введения видит, видимо. Приследующего повсюду. Иногда пациент что-то там... Ну, в общем, черт его знает, чувство себя лучше, видимо, так. Иногда пациенту лучше, иногда хуже. Собственно, что за пациент, почему он горел и так далее, что будет нас ждать за этими дверями, мы узнаем уже из следующей серии. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии и ставьте большие пальцы вверх. Также не забывайте про подписку, заценивайте наш сайт, EpicType.ru, ссылочка в описании. А с вами был Валда, и это была игра Daylight на EpicType. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»